Привет всем! Приближается зима и в поисковых системах все больше становится запросов об автомобильных аккумуляторных батарейках. В Рунете можно найти много информации, советы и так далее о проблемах, связанных с аккумуляторными батарейками. Мне было интересно, что советуют западные англоязычные сайты с зарубежным автовладельцем. Перелистав английский интернет, есть много информации и в основном они все предлагают всем похожих советов и ничего особенного. Но все-таки стоит на некоторых из них обратить внимание. Итак, советы западных специалистов. Итак, совет первый. Избегайте частых поездок на короткие расстояния. Ваш аккумулятор разряжается каждый раз, когда вы заводите автомобиль, но затем заряжается двигателем во время поездки. Таким образом, если вы едете только на небольшие расстояния, аккумулятор не сможет восстановить потерянную мощность. И если вы будете повторять этот процесс ежедневно, напряжение аккумулятора будет снижаться до тех пор, пока он не перестанет заводить автомобиль. Второй совет. Держите аккумулятор хорошо закрепленным. Вибрация может сократить срок службы автомобильного аккумулятора. Поэтому очень важно, чтобы он всегда был надежно закреплен. Если не закрепить надежно, постоянная вибрация и треск может повредить внутренние пластины аккумулятора, что приведет к сокращению срока службы аккумулятора. Третий совет. Светите к минимуму потребляемую мощность аккумулятора при выключенном двигателе. Автомобильные аккумуляторы лучше всего работают, когда их заряд близок к 100%. Поэтому держать включенными фары или внутреннее освещение при неработающем двигателе – это очень плохо. Четвертый совет. Держите аккумулятор в чистоте. Убедитесь, что верхняя часть аккумулятора чистая, сухая, без грязи и сажи. Грязная батарея может разрядиться через сажу на верхней части корпуса. Клемми аккумулятора тоже со временем подвергаются коррозии. И поддержание их чистоты от отложений – отличный способ продлить срок службы автомобилевого аккумулятора. Пятый совет. Постарайтесь свести к минимуму тепловое воздействие. Распространено заблуждение, что холодная погода убивает автомобильные аккумуляторы. Но это не совсем так. Причина, по которой многие из них выходят из строя зимой, в основном из-за повреждений, которые они получили во время жары предыдущего лета. Сильный нагрев плохо влияет на батареи, потому что он увеличивает скорость испарения воды из элементов, даже в герметичных батареях. Затем холод выявляет недостатки более слабой батареи. Шестой совет. Проверяйте напряжение аккумулятора раз в месяц. Срок службы свинцевой кислотной батареи значительно сокращается, чем дальше она остается частично или пальностью разряженной. Поэтому проверка напряжения с помощью мультиметра раз в месяц – отличный способ следить за состоянием батареи. В исправном, полностью заряженном свинцево-кислотном аккумуляторе должно быть напряжение около 12,7 В или выше. Если напряжение упадет ниже 12,5 В, мы рекомендуем как можно скорее зарядить аккумулятор. Мультиметр – хороший вариант для слежения емкости аккумулятора, но рекомендую приобрести специальный датчик, который постоянно будет показывать не только напряжение аккумулятора, но и температуры и многое еще. Кроме того, прибор выполняет функцию OBD2, читает коды ошибок и удаляет. Постоянно будете в курсе, на что ваш автомобиль жалуется. Ссылки оставлю ниже, в описании под видео. Седьмой. Не оставляйте машину без использования долгом. Очень важно, чтобы свинцево-кислотные автомобильные аккумуляторы всегда были полностью заряжены. Все свинцево-кислотные батареи современным и естественным образом теряют заряд, что называется саморазрядом. Важно помнить, если ваш автомобиль будет простаивать дольше недели, было бы целесообразно проверять чаще зарядку, и если заряд меньше 12,5 вольт, подзарядить. Ну и в конце видео хочу попрощаться. И если чем-то эта информация была полезна, просто подписаться на канал с колокольчиком и поставить палец вверх. Спасибо всем за внимание.